И всем привет, с вами Росиксон, и сегодня новый выпуск, связанный с Gate.io. Хочу рассказать о том, что мне больше всего интересно, но и опасно одновременно. Что же это может быть? Перед тем, как продолжить, переходите по ссылке в описании в мой Телеграм-канал. Там много моих мыслей и интересной информации. А также по ссылке в описании вы сможете зарегистрироваться на бирж Gate.io и получить бонусом от меня и команды Gate.io вечную и максимальную скидку на торговые комиссии. А также где-то видео будет викторина, связанная с криптовалютой, которую я снял со случайными прохожими. Так что смотрите видео полностью. Я порой сильно обжигался на этом инструменте, поэтому прежде чем рассказать, как им пользоваться, я расскажу вам о нем свое мнение, а именно фьючерсная торговля на Gate.io. Так вот, сначала мое предостережение и мнение по этому инструменты. Фьючерсы для меня это тот инструмент, которым я пользуюсь нечасто, так как я долго обдумываю свою сделку, и тут очень важна точка входа. Раньше я торговал гораздо чаще. Тут сразу несколько ошибок. Во-первых, частые необдуманные сделки, да еще я тогда был новичком, да еще и торговал на крупные суммы и с большими плечами. Все мои прошлые потери, так и прибыли, перевели меня к тому, что я считаю, что нужно использовать малые плечи, от первого до второго плеча. Совершать сделки редко, но метко. Кто-то мне скажет, эээ, Ростик, у меня депозит 100 баксов, что мне делать с твоими маленькими плечами, я же так не заработаю. А я скажу, ты прав, и иди уже сделай что-нибудь в реальной жизни. В трейдинг нужно приходить уже состоявшимся человеком, так как с психологической точки зрения сложно терять деньги, когда у тебя их мало. Так вот, да, суммы нужны весомые, но я вначале бывало и с малыми плечами торговал, и суммы норм были, но у меня были минуса порой до 30% от суммы сделки, а это с первым-то плечом. Теперь вы понимаете, почему плечо должно быть равно единице или двум, так как крипта дико волатильна, и вас может нести одним чихом, если вы используете крупные плечи. Так вот, раз уж вы решили торговать, и вы понимаете, что 96% людей торгуют на дистанции в минус, и хотите быть в числе 4%, то стоит начать с малых сумм. И как только вы стабильно проторгуете с малыми суммами, хотя бы месяца 3, а лучше все 6 месяцев, то вы будете готовы к средним суммам, а только потом уже переходите к крупным. Одна из моих стратегий. Берешь 1% от всех своих средств, а лучше меньше, и вот тогда плюс-минус можно адекватно торговать. Но я же считаю, что вы должны набраться опыта, торгуя малыми суммами. Например, вы понимаете, что, например, торгуя малыми суммами, вы поймете, что у вас больше получается торговать в шорт, и, например, только на одной монете. А сейчас вы увидите небольшой фрагмент из моего опроса на улице. Пишите свои замечания в комментариях, и какие вопросы мне задать в следующий раз. Кстати, все, кто отвечал на вопросы, получили сладкие призы. Привет, отвечу на пару вопросов? Да, конечно. Какая самая известная криптовалюта? Биткоин, бипир. А какой самый известный криптоинвестор? Илон Маск. Да, правильно. И что ты знаешь вообще о биткоине? Я знаю, что он анонимен. Анонимен? Кто его использует? Всякие мошенники. Да, спасибо за ответы. Пожалуйста. Вот, с вводной частью закончили. Пойдем узнаем, как торговать фьючерсами на Gate.io. Если вы еще, конечно, не передумали. Перейдя во вкладку торговля, деривативы, и нажав на фьючерсы, мы попадаем туда, где можно торговать фьючерсами. Там мы сможем выбрать любую пару, которой будем торговать. А там их очень много. Но, как я говорил, нужно все очень хорошо изучить. Например, как бы не были похожи движения всех криптовалют, некоторые из них ходят по-своему. Кто-то опаздывает, кто-то опережает, а кто-то ходит так же, как биток. Только его волатильность раза в три больше. Так что, для начала, самое то, это биток и эфир. Так вот, мы выбрали ту крипту, которой будем торговать. Например, биткоин. У нас есть три варианта. Первый, это сказать себе, что мы не уверены, и подождать более выгодной точки входа. Второй вариант, поставить на понижение, это шорт. Тогда мы будем получать прибыль, когда актив падает, а убыток, когда растет. Третий вариант, это поставить на рост, то есть лонг. Актив растет, и мы получаем прибыль, актив падает, у нас убыток. В следующем видео я расскажу, почему иногда я захожу в лонг, а почему в шорт, от чего это зависит, и как можно заработать любой. Смотрите мое прошлое видео от Gate.io, а также регистрируйтесь по ссылке в описании, и получайте вечную и максимальную скидку на комиссии. Оставляйте свое мнение в комментариях. Ждем нового видоса про Gate.io.